Девушки отдыхают Я специально включил камеру, чтобы посмотрели, как в этом городе любят велосипедистов Я сейчас возвращаюсь из порта Стэнли, который находится на берегу озера Эри И там должна была встреча состояться с экипажами, которые идут по Грид Американ Лу К сожалению, вот эта встреча с экипажами не состоялась По ряду причин, о которых я не хотел бы сейчас об этом говорить Сами понимаете почему Ну а о Грид Американ Лу я бы хотел остановиться немножко более подробно Чтобы вы знали, почему я поехал туда и что интересно Несколько слов о вот этом, не путешествии, а этом маршруте Грид Американ Лу Американцы начинают весной, январь-февраль самое лучшее время С Флориды поднимается Интерхоус Ваттервей Это ограниченные дегеоканалы от океана, по которым можно подняться до Нью-Йорка Потом они по Кудзону Доходят до Эри-канала По Эри-каналу выходят в районе Эшвага Это южное побережье озера Онтарио Выходят в Антарио С Антарио идут на озеро Эри, Сан-Клэр Вокруг заходят в Чикаго Из Чикаго опускаются вниз По Миссиси-Перивер И самое такое челлендж, как бы сказать Это пересечь Мексиканский залив А канадцы тоже делают такую петлю Они начинают ее, например, летом и тоже летом закачивают Протяженность этой вот петли большой Порядка 6 тысяч наутиков майлса Это примерно 11-12 тысяч километров в зависимости от маршрута Почему такая цифра разная? Значит, объясняю В районе Трентона Если у вас относительно маленькая селёнышка Вы можете пойти Трент-Северн Ваттервей То есть пересечь Ну, как бы послушай по каналам Порт Северн И это будет уже Озеро Мичиган Это немножко севернее Москоки Ну, а те, кто желает идти вокруг Они, конечно, будут займёт намного больше времени И, естественно, там есть кругом эти вот шлюзы Шлюзы, шлюзы, шлюзы В английский лог называется На этот паршрут обычно уходит год И... Вот почему я ехал туда Там должна была... Ну, в Порт Стэнви Там должна была собраться группа капитанов Тех, кто на этих правилах едут Они очень интересно рассказывают Да, показывают слайды Каждый из них ведёт свой дневник Можно за ними следовать Так, конечно, вы не найдёте Но если хотите, больше интересует вас Наберите Great American Book Вы найдёте всю информацию Об этом маршруте Это очень интересный маршрут В основном, конечно, для пенсионеров И... Другой вопрос А нас... Это... Очень дорого Знаете, вот... Насколько я слушал до этого встречи Люди берут... Покупают... Берут просрочку Лонг Как хотите Это... Боргич На лодку Но в среднем стоимость лодки 250-300 тысяч Комфортабельного жилья А через год они её отдают Потери составляют от того Как вы её использовали Насколько надо после этого делать ещё какой-то ремонт Но люди, которые хотят пойти этим маршрутом Они стоят в очереди Они ждут, что придёт такой тревеллер Можно взять тоже юзанный Использованный Посреди большого технического осмотра Его можно заново использовать Это очень важно Поэтому потери составляют 10-15 Но всегда бывает 20 Опять же таки Это в среднем за год От того, что вы владели этим Бароходиком Равеллером Вот такие вот дела Интересные вещи, конечно Ну, уже, конечно Я мечтал об этом пойти У меня была яхта Но вот этот дрын высокий Он не позволяет пройти под моими мостами Интеркост, Waterway И люди, которые молодая команда Они складывают мачту Идут на моторе Но это не для парусников маршрут Поэтому Надо покупать соответствующую лодку Вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...